Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слово Святого, Святаго Иоанна Златоуста, на Рождество Христова. Сегодня взошло солнце правды, и скрыло раньше восходившее. Я освобожден от тьмы и не пользуюсь лучами. Для меня опять родился свет и омрачаюсь страхом. Радуюсь рождению и смущаюсь его образом. Вижу, что проистекает новый источник и убегает от древнего нечестия. Вижу, что рождается младенец, и небо склоняется для поклонения ему. Мать не рождает, и утроба не отверзается. Дитя запечатывает собственное зачатие. Родительный муж и сын без отца. Спаситель рождается и создает себе звезду. И линается младенец и держит землю. Ясли изображают престол небесный, и сход херувимское предстояние. Свет очявляется и объявляется чудо. Ангелы предвозвещают и пастыри пророчествуют. Волхвы богословствуют и иреи богоборствуют. Ирод падает, и смерть оплакивается. Адам освобождается, Ева радуется, и змей скорбит. Пленные отпускаются, и насильники наказываются. Младенец питается молоком и питает питающую. Носится на руках и носит носящую. Тварь узнает, и природа устрашается. Отсюда и я изумляю чудо, трепешу от таинства. Смело доверюсь Гавриилу и сгоню свой страх. Слова к Марии объясняют чудо. Какие? И говорит Гавриилу. Радуйся, благодатная. Лука 1, 28. Неизмеримая пачка небесного колоса. Радуйся, благодатная, неложно-девственная Матерь истинной виноградной лозы. Радуйся, благодатная, непоколебимая сеть неизмеримого божества. Радуйся, благодатная, обширное место необъятной природы. Радуйся, благодатная, невеста вздовствующего мира непорочное рождение. Радуйся, благодатная, соткавшая для создания венец нерукотворенный. Радуйся, благодатная, святая обитель огня. Радуйся, благодатная, возвращение бегствующей вселенной. Радуйся, благодатная, неиссякаемая житница голодующей твари. Радуйся, благодатная, нескончаемая благодать Святой Девы Радуйся, благодатная, носитель светильника, украшенный многими добродетелями Носитель света негасимого и светлейшего, чем солнце Радуйся, благодатная, приманка духовной удочки Радуйся, благодатная, духовный кивот славы Радуйся, благодатная, золотая станность небесной манной Радуйся, благодатное, напоившее жаждущих сладким питьем вечного источника. Радуйся, благодатное, духовное море с небесной жемчужиной Христом. Радуйся, благодатное, блестящее небо, имеющее в себе в небесах невместимого Бога, необъятного и пространного. Радуйся, благодатное, столповидное облако, имеющее Бога, путеводившего Израиля в пустыню. Что мне сказать и что произнести? Как мне ублажить всекореняющую славу? Кроме Бога, ты выше всех. Этим словом она смущена и, отвращая взор, стоит телом и изображает зрелище крестной истории. Нерешительно стоит перед ангелом, не бежать не осмеливается, не стоять не дерзает. Видя, что бестелесный стоит, как человек, она стыдилась оставаться, ценя девство, не осмеливалась спросить неподобного себе. И было лицо девы исполнено страха. Говорит сама себе. Что это за приветствие? Кто приветствовал меня? Он превосходит блеском солнца и беседует с грязью. Сошел с неба и приветствует деву. Не облечен телом и стоит под лежиной и ступает по земле крыльями, как ногами. О чем он спрашивает у земли? По-моему, он ангел, но говорит как человек. Исходит голос ко мне от бестелесных святых. Лицом украшен светлее светильника. Облечен одежду. Вижу юношу, не облеченного плотью, ступающего по полу и не оставляющего знаков следа. У него нет языка и восклицает мне радуйся. Губами не двигает и пророчествует мне радость. Не знаю, что подумать о страшном невидении. Если не знаю посланного, как буду знать пославшего? Если страшен вестник, то возвеститель страшнее. Если так блестяще омрачил мой ум, каким телом я покрою солнце правды? Если устрашает меня создание, то как я буду носить Создателя? Если изумлена рабом, то как рожу Господа? Сказал ей ангел, не бойся, Мариам. Ты не падешь, как Ева. Из нее смерть, из тебя жизнь бессмертная. Из нее плод умирания, из тебя плод животворный. Из нее обман, из тебя любовь. Из нее людям от Бога удаление, из тебя неизъяснимое соединение Бога и плоти. Из нее мрачный сон ада, из тебя светлый светильник мира. Из нее проклятие, из тебя благословение. Из нее отвержение, из тебя прощение. Из нее мучение, из тебя вера. Из нее слезы, из тебя рихи живой воды. Из нее труды, из тебя успокоение. Из нее древнее нечестие, из тебя жизнь троицы. Из нее брата ненавидения, из тебя человеколюбие. Из нее потом, из тебя омовение бессмертия. Из нее убийство, из тебя возрождение. Из нее заклание живых, из тебя воскресение мертвых. Из нее ненавистный двенадцатиколенник, из тебя двенадцать апостолов, соединенных любовью. Из нее смерть, распространяющаяся в мире. Из тебя она падает, достигнув успеха. Из нее падение, из тебя воскресение. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь того, который во отце и во плоти. И родишь сына древнее Адама, родишь сына старше меня. Родишь сына выше неба, родишь сына выше херувимов, родишь сына устроителя веков, родишь сына с обезначального отцу, родишь сына с овечного духа, родишь сына которого область все существующая, родишь сына которого мы не можем видеть, родишь сына образ которого от меня скрыт, родишь сына которому я предстаю с трепетом. И исполнились дни рождения ее, и родила сына своего первенца, которого не насадил муж Она родила сына, которого не носил отец Родила колос, которого не посеяло тело Родила создателя, сделавшегося человеком Родила в пещере, и в Персиде он явился Когда же Иисус родился в Ихлееме, в Дейском водни царя Ирода Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят Где родившийся царь Иудейский? К Христу, родшуюся в Ифлееме, и удействуемся во свет восток Матфея 2.1.2 Где бессименно рожденный, пославший звезду свою раньше самого себя Где влекущий нас странным лучом к неведомому свету Где неизмеримой гланью ограждающий вселенную Где всюду являющийся и воплоти скрывающийся Где освободивший нас из заблуждения и путеводитель благодати Где явившийся под дубом ангельской троицы Где не сжегший терновник и не уничтоживший матери Где родившийся от отца невидимый и матерь удержимый Где и сушивший черное море и молоком питающийся Где наказавший фараона и от ира до скрывающийся Где потопивший драконы в пеленах лежащий Где тот, которого не видели ангелы и созерцают люди И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними Как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец И пав поклонились ему И открыв сокровища свои принесли ему дары Золото ладан и смирну И получив во сне откровение не возвращаться к ироду Иным путем отошли в страну свою Матфея 2.9.11.12 Родившегося Христа Бога нашего Воспоем и прославим вместе С Его Отцом и со Святым Духом Ныне и пресно и во веки веков Аминь